ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Государственную Думу внесён законопроект, который позволяет руководству регионов вводить штрафы для слишком шумных транспортных средств. Это спортивные авто и мотоциклы, машины с неисправной выхлопной системой и так далее. Размер взыскания от 5000 рублей. Он будет зависеть от категории транспортного средства и мощности мотора. Ожидается, что фиксировать нарушения смогут не только сотрудники ДПС, но и дорожные камеры, снабжённые устройством для определения уровня шума. ТРАССА СТО ОДИН Автоваз начал тестировать прототип электрического Лада Ларгус. Если всё пойдёт так, как задумал производитель, первые экземпляры Е-Ларгус поступят в продажу в 2023 году. Интенсивность выпуска будет зависеть от спроса. Ожидается появление пассажирской версии с запасом хода 400 километров и грузовой с запасом хода 250 километров. Стоимость зелёного Ларгуса будет на треть выше бензиновой модификации. ТРАССА СТО ОДИН Ближе к середине декабря китайский автопроизводитель ТАНК презентует и запустит в России продажи кроссоверов ТАНК-300 и ТАНК-500. Первый оснащается 220-сильным мотором и 8-ступенчатым автоматом, второй 300-сильным двигателем и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. У старшей модели будут ещё гибридные силовые установки. Информации о стоимости новинок пока нет. На них будет действовать трёхлетняя гарантия или 150 тысяч километров пробега. ТРАССА СТО ОДИН Почти каждый десятый российский автомобилист, опрошенный порталом Автомейл, практически не заметил подорожания запчастей. Да, цены на них повысились, но незначительно. 6% респондентов вообще не почувствовали разницу. Оставшееся большинство всё-таки выразило беспокойство по поводу роста стоимости комплектующих и услуг по ремонту и обслуживанию авто. Каждый третий участник опроса заявил, что стал реже интересоваться техническим состоянием своего автомобиля. ТРАССА СТО ОДИН В России начали продавать китайский внедорожник, который очень походит на знаменитый Jeep Wrangler. Модель называется Baik BJ40S. Интересно, что в основе машины лежит нелицензионная копия платформы Mercedes-Benz G-класса. Рамный автомобиль с жёстко подключаемым полным приводом комплектуется как бензиновыми, так и дизельными моторами. Цены начинаются почти что от трёх миллионов рублей. На этом всё. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН